Мы приветствуем вас на передачах «На путях диалога». Мы говорим об иудейско-христианских отношениях. Сегодня, как всегда, с вами я, библист Анатолий Ермохин и религовед и историк религии Юрий Табак. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. Добрый день, Юрий. Мы с вами начали в прошлой передаче, оттолкнувшись от трагедии Холокоста и переосмысления вообще своего богословия, отношения к еврейскому народу, христианским миром. Но дальше диалог продолжит свое развитие. Вы же намекали на, мы говорили уже о Втором Ватиканском соборе. Когда это было? Если правильно помню, 56-й год, по-моему? Нет, нет, это 64-й, 65-й. А, 65-й, да, вы все путают. То есть еще прошло аж целых 20 лет, прежде чем какой-то новый этап в отношениях между христианами и евреями. Ну, дело в том, что это не был совершенно такой пустой период, поскольку и собственно Зелесберг как таковой с его тезисами и взаимные некоторые отношения между официальными лицами еврейскими и католиками, да, в частности осмысление пост-холокостовской ситуации. Я уже говорил, может быть, о том, что благодарность выносили и Голдемейер, и собственно Всемирный еврейский конгресс Папы Пею XII за его роль в спасении евреев. И, в общем, осмыслялись уже и роль христианских церквей и различных государств в истории Холокоста. И, собственно, Яд Вашем учредил, да, понятие такое праведников народов мира, которое вот присуждалось людям, неевреям, спасавшим евреев. И начали вот как бы разбираться вот эти случаи многочисленные в Европе спасения, героического спасения людей. Все это способствовало еврейско-христианскому диалогу. То есть и евреи понимали, что были люди во время войны, которые жертвовали собой, своими детьми, своими жизнями или рисковали ими очень сильно ради спасения евреев. Вот это способствовало диалогу. Ну и, конечно, христиане тоже переосмысливая вот то, что произошло, почему это могло произойти, почему мог произойти приход нацистов к власти и убийства. Десятков миллионов людей тоже начали пересматривать свое отношение к худаизму. В частности, вот наиболее кровавое, может быть, преступление, целенаправленное, механизированное. Шесть миллионов евреев было убито. Диалог как бы вот такой вот он развивался. Более или менее он развивался пассивно, но это, как всегда, зависит очень сильно от исторических фигур, конкретно. И вот такой фигурой был папа Иоанн 23, да, прежде там кардинал Ранкали, который был когда-то нунцием, во время войны он был нунцием в Турции. Он выдавал массу документов фиктивно для спасения евреев, он руководил сетью по спасению евреев, на самом деле, в Европе одним из руководителей был. И множество стран Восточной Европы в известной степени благодарны и обязаны ему за спасение, в общем, тысяч людей. Вот. И он способствовал признание государства Израиль, причем вел такие закулисные переговоры, настаивал о чем-то, был совершенно выдающейся фигурой не только в смысле еврейско-христианского диалога, но и в смысле развития самой католической церкви. То есть он как бы носил в нее дух такого либерализма, дух свободомысля и так далее. Вот отказа от какой-то вот закосности, которая была в известной степени вот в католической церкви с ее там движениями, таксиом францесс и прочие вот как бы такие более-менее реакционные консервативные движения. И вот он подготовил, собственно, второй по его инициативе был подготовлен второй Ватиканский собор, на котором была принята декларация Ностра Этата, декларация об отношении христианства к нехристианским религиям, в том числе в отношении иудаизма. И вот там были развиты и зафиксированы те идеи, которые прозвучали в зелесберских тезисах. В частности, вот о снятии коллективной вины с еврейского народа, еврейский народ целиком не виноват в убийстве Иисуса, признание того, что это народ Божий, что это избранные народы. В общем, это были еще первые, может быть, такие недостаточно, с точки зрения сегодняшней недостаточно мощные такие заявления, но они положили такой твердый фундамент этому движению. Дальше, в общем, после Ностра Этаты начались уже взаимные отношения, уже на официальном уровне была учреждена комиссия в Ватикане по еврейско-христианским отношениям, она работала, христиане и евреи периодически встречались, обсуждали какие-то вопросы. Потом вышли книги, указания римско-католической церкви, как рассматривать Ностра Этаты, как относиться к этому повседневной жизни, разъяснялись основные положения Ностра Этаты. Более того, они разъяснялись по такому восходящему принципу, то есть они все больше и больше усиливались. И вот за последующие годы, десятилетия, вышло несколько основополагающих документов римско-католической церкви по отношению к иудеям. И они все время были все более и более как бы прогрессивными, все время они рассматривали, во-первых, разные аспекты этих отношений, а во-вторых, они как бы даже в каждом аспекте, они, в общем, как бы усиливались. И это было как и наследие Холокоста, как и относиться к священному писанию, в рамках священного писания к евреям, как относиться к ветхому давету в соответствии с новым. И это были достаточно новые революционные идеи по отношению ко всей предыдущей истории теологии иудаизма христианской, в частности, католической теологии. И в ответ на это стали появляться документы еврейские уже, чего раньше никогда не было. Вот это интересно, да, какая реакция была у еврейской стороны. Все ли были рады этому или наоборот, это в каком-то смысле могло стать угрозой, потому что граница может размываться, это опаснее, это больше шансов кассивиляции. Конечно, евреи не доверяли, исторически они не доверяли церквям, они не доверяли христианству, поэтому они как бы с большим подозрением относились ко всем этим шагам, они считали, что их все эти шаги направлены на то, что просто другим образом, значит, хмурить их, так сказать, и, так сказать, прозелитировать и так далее. Как сказал один из лидеров еврейских, нас теперь хотят не в объятиях задушить, а не огнем и мечом. Вот, и они этого опасались, но появились первые ростки уже в иудаизме того, что люди как бы признали искренность христианских лидеров, искренность христианских церквей по отношению к уйдеям. И такие люди появились прежде всего в академической среде и в либеральной среде. То есть первые профессора, которые знали иудаизм, которые преподавали в университетах, и первые, собственно, вот такие реформистские раввины, очень часто это совпадало. Да, люди, которые являлись реформистскими раввинами, одновременно были профессорами в университетах или консервативная синагога, не ортодоксы. Вот они выпустили первое заявление на эту тему, называется там «Говорите правду, добро, эмет», в которую утверждалось, что надо пересматривать отношения с христианами. Они те осознали свою вину, те осознали свой исторический как бы грех, и они хотят по-новому строить взаимоотношения с евреями. И это было революционное первое вот такое вот обращение. Потом последовали еще несколько таких обращений. Все большее количество людей из иудейских кругов, а надо сказать, что тут тоже есть проблема, потому что иудаизм не является единым. Вот я хотел спросить, а ортодоксальный иудаизм хоть как-то, хоть на полшага сделал направление диалога? Очень долго он никаких шагов не делал, если не считать отдельных его представителей, которые как бы в этом диалоге участвовали. Ну вот мне довелось, в общем, по сути дела, несколько лет как бы фактически, неформально, правда, но представлять Россию, вот такой международной организации, АССИДЖИ, это вот Международный совет христиан и иудеев, вот, в котором в основном были задействованы вот католическое какое-то духовенство, и светские люди, профессора, также вот были реформисты евреи, тоже профессора еврейские, и буквально были один или два ортодокса иудейских. Но обычно эти ортодоксы, которые все-таки тоже, они были образованы, они заканчивали университет, у них было светское образование, но они являлись скорее, вот так сказать, белыми воронами в общем кругу, они не были репрезентативны, вот, и они, в общем, были достаточно вот консервативны по отношению к вот этим процессам, но они их как по меньшему, они их разделяли, будучи нерепрезентативными. В течение вот многих лет такие вот один-два человека из ортодоксов, они, собственно, присутствовали. Также, как, между прочим, и из православной церкви тоже присутствовали один-два человека, но они не были, в общем, в первых рядах в авангарде вот этого всего движения. Но потом вот количество и переходит обычно и в качество, и время переходит в качество, самое главное. Появилось несколько документов, где уже гораздо более был расширен состав подписавших эти документы еврейских лидеров, светских и религиозных, на тему необходимости улучшения взаимоотношений с евреями, где буквально тоже радикальные были поставлены вот эти идеи. И вот в 2015 году был абсолютный прорыв уже с точки зрения ортодоксального иудаизма, когда несколько десятков очень крупных раввинов, несколько раввинов были главными раввинами просто европейских стран, они были очень авторитетны по своим писаниям, авторитетны как таковые в иудаизме именно ортодоксальных раввинов. Они написали абсолютно революционное обращение с требованием пересмотреть отношения к евреям, что мы дети единого Бога, что христианство исторически это религия, которая, в общем, абсолютно направлена на достижение единства, мы должны рука об руку вместе работать над идеей, над воплощать слово Божье. Опять же, надо сказать, что они подверглись некоторой критике. Нельзя сказать, что они репрезентативны с точки зрения всего иудаизма, потому что иудаизм страшно разобщен даже в ортодоксальных кругах. Есть, так называемая модерна ортодоксия, это современная ортодоксия, есть ультраортодоксы, которые совершенно все это как бы до лампочки, есть ортодоксы, которые вообще в целом не поддерживают, как и хасиды всех этих диалогов и так далее. То есть это очень разобщенные группы, но, по крайней мере, тот сам факт, что часть ортодоксальных раввинов, авторитетных, она подписала вот такое обращение, уже свидетельствует о многом существе, свидетельствует о сдвигах, пусть медленных, пусть таких вот темпоральных пока, но очень важно о сдвигах. И есть надежда, что впоследствии, может быть, нет худа без добра, даже, собственно, идет такое обмерщение мира религиозного, то оно каким-то образом все равно способствует тому, что очень многие люди сепуляризируются, они тоже становятся более либеральными, более обмерщенными, но это способствует все как раз такому принятию другого, это уход от эксклюзивизма такого, от своей единственной правоты, что они только правы, а все остальные лежат там в грехе, во зле и в непонимании. Вот, и поэтому мне хочется надеяться, что вот этот диалог будет дальше развиваться, поскольку он способствует просто взаимопониманию и культурному, и религиозному, и, в общем-то, он является в некоторой степени закладывает гарант просто мирного сосуществования, потому что вот религиозная принадлежность, она является составной частью вообще мировоззрения людей, которые находятся, как мы знаем, в наши печальные времена, находятся в постоянном вот таком противодействии. Ну, я понимаю, что вы больше человек не религиозный, но все равно это сродни чуду, как-то 18 столетий, даже больше, у Израиля не было своей земли, и та самая, именно эта земля становится еврейской. Это чудо или все-таки это естественный процесс? Ну, опять же, только я могу повторить, что я человек светский, и, в общем, мне трудно верить в чудеса, но вообще любой исторический процесс, любое событие можно считать или чудом, или завершением целого ряда, скажем, таких рациональных каких-то событий и обстоятельств. Но евреи, связанные своими религиозными убеждениями, боролись, отстаивали свое право на эту землю, религиозное право, историческое право, как они считали, и в силу ряда причин, опять же, экономических, социальных, исторических причин, уже после того, как там Атаманская империя владела Палестиной, и началась Первая мировая война, просто сложились обстоятельства так, что евреям удалось завоевать право на будущее этой земли, ну, а после Второй мировой войны это право было подтверждено, и вот было создано государство Израиль. Религиозный человек может считать, безусловно, это чудом, и Господним, так сказать, Господним разрешением, опять же, на обретение Израилем своей земли после его долгих мытарств, после долгого галута. Ну, а человек рациональный, светский человек, он может это считать действительно завершением цепи исторических обстоятельств. Можем мы ожидать, что этот диалог не останется только иудейско-евангельским, а будет иметь развитие в России? И, может быть, вы посоветоваете что-то сделать для этого? Ну, во-первых, конечно, надо отметить, что очень такое сильное было движение со стороны протестантов, прежде всего, практическое, да, это память о Холокосте, это совместная деятельность по увековечению памяти погибших, и это очень важно, очень как бы и трогательно, и хорошо. Что касается общего ситуации с диалогом, проблема заключается в том, что под вопросом ставится сама репрезентативность людей, которые ведут этот диалог. Если для протестантов это естественно, да, то с точки зрения иудеев, дело в том, что очень много евреев, верующих, уехали. Они как бы вернулись, они совершили алью, возвращение на свою историческую, да, священную родину. Вот, оставшиеся здесь иудеи, да, в частности, хасиды, да, которые являются сейчас основной, такой наиболее активной группой еврейской, они не заинтересованы особенно в диалоге ни с кем, потому что у них свои проблемы, у них свои цели, и более того, даже вот когда-то Любавичский рэбби, седьмой Иосиф, простите, Минахе Мендал Шнейрсон, он как бы вообще запретил на богословском уровне вести этот диалог, потому что из соображений, вот такой из опасности, празелитизма и так далее. Это социальные проекты, да, может быть, культурное взаимодействие, но ни в коем образом не диалог как таковой, да, вот, и, собственно, реформистов и консервативная синагога вообще отсутствует как бы там в России, да, что касается реформистов, то они сравнительно небольшое их количество, и поэтому среди них мало людей академических, которые в известной степени подготавливают почву для такого диалога, и поэтому, что они будут основной как бы силой в этом диалоге, как это происходит, скажем, на Западе, в Америке, в Западной Европе, надеяться очень сложно. И вот в итоге основной как бы упор действительно падает на протестантов. Вот католиков тоже, естественно, достаточно мало в России, они не могут, так сказать, заниматься еще и этим, да, у них тоже много своих проблем. Основной упор падает на евангеликов, на протестантов, и которые, слава богу, они активны в этом плане. Мы не только активны, но, если надо быть честным, нас много в России, наших приходов больше 10 тысяч. Конечно, много, и они активны, их много, но, конечно, в этом плане мне надо сказать, что, в общем, очень важно развитие этого сюжета, и не только в социальном плане, да, то есть установка памятников, и просто диалог, и просто встречи, нужно образование. К сожалению, как среди иудеев, вот обычных иудеев, так и среди протестантов, все-таки уровень невежества очень высок. Никто ничего не знает ни об иудаизме, как и наоборот, о христианстве, о современном, вот о том, о чем мы говорили, о современных шагах христианства и иудаизма навстречу друг другу. Просто это никому неизвестно. Вот, и нет книг, нет образовательных, как бы, курсов на эту тему. Мне кажется, это все надо развивать, нужно переводить основные, может быть, книжные источники на эту тему, чтобы люди просто знакомились с этим, и они достигли, преодолели вот эту гигантскую пропасть, которая существует между нашим пониманием, уровнем иудеевско-христианских отношений, и тем, что сложился на Западе вот к настоящему времени. Поэтому тут огромные проблемы, и есть огромная, с другой стороны, перспектива для развития диалога. И вот, мне кажется, если идти по этому пути, то очень можно многого достичь, и именно протестантам, поскольку вот они стали волею судеб, основной такой стороной и основной движущей силой вот иудеевско-христианского диалога в России. Юрий, а мы можем как-то низкими предложениями сформулировать основные цели диалога? Я понимаю, что вопрос, наверное, действительно сложный. Мы, может быть, здесь нам легче почувствовать эти цели, нежели их как-то четко сформулировать? Ну, может быть, есть все-таки какие-то попытки определить четко эти цели диалога? Ну, можно как бы сформулировать в самом общем виде. Ну, конечно, это понять друг друга, понять идеологию друг друга. Это как профилактика вражды? Это как профилактика вражды и как вообще общечеловеческое стремление быть как бы воедино, то есть понимание друг друга, которое в самых разных смыслах, в религиозном, в культурном, во всех смыслах, в этническом, оно способствует просто нашему общежитию, общежитию такому гуманистическому, доброму, нормальному общежитию в этом мире. Чего не происходит, мы видим, что этого не происходит. Это может этому способствовать. Это не только понять друг друга, но это и изучить друг друга. То есть для этого надо как бы читать книги самых крупных, выдающихся, может быть, представителей той и другой религии, чтобы оценить, насколько эти религии близки, что в них общего, что в них различного, что послужило причиной их разделения, что может послужить причиной их сближения. То есть вот преодоление всего этого невежества, которое, в общем, копилось у нас на протяжении многих веков, оно помогает нам просто оценить то место, где мы находимся в настоящий момент, и оценить место другого по отношению к нам. И тем самым мы определяем наши дальнейшие взаимоотношения, которые, безусловно, на уровне полученных знаний отношения к другу будут просто совершенствоваться. И все это, из этого всего следует и дальнейшие совместные какие-то проекты, совместные предприятия по просто изменению этого мира. Это с точки зрения религиозных людей, это может быть и вот как бы сопротивление вот этой секуляризации мира, и постижению как бы вот религиозных основ. А на том уровне, что иудаизм, и христианство, это религии, вышедшие из одного корня, это не только общий бог, но это общее все наследие, и христианское наследие, первые христиане, как уже было сказано, да, они все были евреями, то есть оно настолько глубоко, это единство, что вместе могут и евреи, и христиане добиваться каких-то очень важных целей, и не только социальных целей, вот как социальный проект, установка маменников, но и культурных целей, познавательных, можно, так сказать, вводить курсы изучения другой религии, там, в семинариях, в ешивах, и даже, в общем, как бы на государственном уровне и на политическом уровне создавать, нет, некоторую единую идеологическую такую платформу, культурно-религиозную идеологическую платформу, которая, ну, будет достаточно прогрессивной, потому что она будет объединять людей разных религий, разного этнического происхождения, но которые будут едины по своим, там, гуманистическим взглядам и надеждой, и уважением к другому. Поэтому, мне кажется, вот, собственно, в этом смысл диалога, в этом суть диалога. Юрий, спасибо. Я лишь добавлю, что мне понравилось, как один из участников существующего диалога в России высказался, что все равно на горизонте главной целью должен быть призыв к взаимной любви. Вот прийти бы к любви. Не просто от понимания к любви, я бы так сказал. Я добавил бы, что, по крайней мере, к уважению друг друга, да, любовь тоже неплохо, но, по крайней мере, на первом этапе хотя бы надо уважать другого, понимать другого и ценить другого, не такого, как ты, и признавать то, что он имеет право на собственное убеждение, на собственную веру. И это надо ценить и уважать. Вот это, мне кажется, самая первая цель, которую должны преследовать и христиане, и иудеи во взаимоотношениях. Юрий, спасибо, и вас, дорогие наши друзья, зрители, мы благодарим, что были сегодня с нами на нашей передаче, на путях диалога, и увидимся в следующий раз. А с вами были я, Анатолий Ермохин и Юрий Табак. Прощаемся. До свидания. До свидания, всего доброго и до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова